Во Владимире продолжают вывозить снег с городских улиц. Уборка дорог и тротуаров ведется круглосуточно. На улицах работают машины-центры управления городскими дорогами. В их числе тракторы, погрузчики и самосвалы. Несколько десятков человек вручную обрабатывают остановки и пешеходные переходы. В мэрии Владимира напомнили, за уборку дворов многоквартирных домов отвечают управкомпании, а за территорию возле магазинов и офисов их собственники или арендаторы. По вопросам уборки города можно звонить в Центр управления городскими дорогами. Александр Авдеев выступил на площадке Белорусского инвестиционного форума в Москве. Масштабная деловая площадка объединила представителей власти и бизнеса России и Белоруссии. Глава региона отметил, что Республика Беларусь давний и надежный партнер Владимирской области. Например, Ковровский электромеханический завод использует двигатели Минского тракторного завода в мини-погрузчиках. А для белорусов ковровчане готовы производить гидравлику, фары, стекла для кабин, другие детали. Кроме того, белорусские коллеги помогают строить новую школу в Суздале. Это уникальный образовательный объект. 1200 мест, но она будет самым большим, надо сказать, в Владимирской области концертным залом на 1200 мест с интернатом, с большим спортивным гидром. То есть это такая необычная школа, которая будет не только образовательный процесс обеспечивать, но и процесс обучения в сфере археологии, культуры, охраны памятников и так далее. Все, что связано с историей и историческим наследием города Суздале. В этом году организации области провели более 50 переговоров и встреч с белорусскими коллегами. Подписали 19 соглашений. Беларусь – одна из значимых поставщиков во Владимирскую область наземного транспорта, сельскохозяйственной и коммунальной техники. В свою очередь, наш область экспортирует в республику напольные покрытия, кондитерские изделия, стекло, мебель, древесину и изделия из нее. Пожелание с российской стороны, которое сегодня было отзвучено, по расширению в сети белорусских гостиниц, санаториев, агроусадьб, потому что они все на сегодняшний день загружены на 100% в рамках выставки «Россия». У нас там отдельный экспозиционный стенд, посвященный туризму. В Беларуси есть возможность напрямую заказать там санаторно-породное лечение, что-то самое разное. Во Владимире наградили победителей конкурса «Наш любимый врач». В нем приняли участие педиатры и узкие детские специалисты областного центра. Лучших докторов выбирали сами пациенты. Они голосовали за них онлайн на портале конкурса, а также делились историями своего выздоровления. В числе победителей врач-кардиолог поликлиники номер один Нина Толчина. Ее стаж 10 лет. Стать доктором решила в девятом классе. На выбор профессии повлияла ситуация в медицине. Я, когда была маленькой, очень часто болела. И когда приходила в поликлинику по месту жительства, там никогда не хватало врачей. И мама говорила, господи, хоть бы в семье был кто-то, что помогал лечить, да, потому что был большой дефицит. Нина закончила медицинский вуз в Иваново. Как сама признается, учиться было сложно. За учебниками сидела целыми днями. Трудности есть и в работе. В день ей приходится принимать около 25 пациентов. Каждому нужно найти подход, поставить диагноз и подобрать лечение. Но и радости немало. Главное – благодарные пациенты. Очень добрая, отзывчивая. То есть относится прям очень хорошо. Мне очень нравится. То есть доктор прям такой идеальный. Я считаю то, что врач – это вообще самая важная специальность, которая вообще может быть. И без врачей нашей жизни мы просто не выживем. Во Владимире открылась фотовыставка «Руки матери». На ней представлено всего 15 работ. В качестве моделей для каждого фото выступили мамы особенных детей. В семье Марины Устиновой воспитываются сразу два мальчика. Один из них имеет диагноз – детский церебральный паралич. Сначала я как-то не понимала. Ну, фотосессия «Руки матери». Но когда Костя показал мне предварительное фото наших рук, я поняла, что, блин, у меня такая сильная рука, которая ведет за собой детей. И я прям даже как-то возгордилась. Автор проекта – Константин Захаров. Фотограф с многолетним стажем. Говорит, на съемки ушло всего два дня. Не было ни специальных декораций, ни постановочных поз. Фотографии, которые представлены здесь, они полностью обезличены. Тем самым, мне кажется, показывается безусловность и универсальность материнской любви. Она не привязана к конкретному человеку. Она есть. Как есть мама, так и есть любовь. Почувствовать материнское тепло через объектив камеры можно до Нового года. Выставка разместилась в павильоне «Небо-33» в Центральном парке Владимира. Вход свободный.